Вчера мы узнали, что Алексея Навального перевели в больницу при ЭК-3, одной из самых страшных колоний Владимирской области, известной в народе как Моторка. Моторка – это настолько ужасающее место, что иногда заключенные вскрывают себе вены, только чтобы не попадать туда. По словам одного из наших собеседников, в больнице при ЭК-3 заключенные боятся не меньше, чем самой колонии. Избивать там не перестают, зато вдобавок могут залечить до состояния овоща. Какое именно лечение оказывается Алексею, мы не знаем наверняка, но точно знаем, что независимые врачи к Навальному так и не были допущены. Привет, это Руслан Шевединов. Уже три месяца Алексей Навальный лишен свободы. Сейчас он находится в колонии, где не может получить нормальную медицинскую помощь. Две таблетки ипупрофена для человека, который выжил после тяжелейшего отравления и который испытывает острые боли в спине и в ногах, адекватной помощью назвать нельзя. Ситуация с медициной в колониях настолько плачевная, что Алексею пришлось пойти на радикальную меру – объявить голодовку с требованием допустить к нему врача. С тех пор его состояние только ухудшается. Он уже потерял 15 килограмм, вместе с ногами начали отниматься и руки, высокая температура, у него обнаружили две грыжи и сильный кашель. Несколько человекового отряда заболели туберкулезом. И пока мы с вами бьем тревогу, ФСИН говорит, что его состояние удовлетворительное. Это реальность российских колоний, где люди лишаются здоровья из-за жестоких пыток. Ну или так называемая тюремная медицина, которую тоже иначе как пыткой не назовешь. Тем, кто имеет право на освобождение по болезни, суды зачастую отказывают, а в колонии заключенных ждет только отсутствие лекарств и компетентных специалистов. И все это в совокупности с жестокостью сотрудников ФСИН. Что-то нужно делать, нужно как-то кардинально менять эту систему, потому что мы теряем людей. Все эти национальные проекты – это все фикция. И почему сейчас у нас рождаемости нет? Для кого рожать, чтобы потом этих детей сажали в тюрьмы? Я говорю, если там был концлагерь, то здесь у них гестапо. Это и есть геноцид, вот тот самый геноцид, о котором мы говорим. Это же не исполнение Конституции. Там прописано охрана здоровья. Так где же вы охраняете? В Конституционном законе не сказано, чтобы издевательство, не оказать медицину. Там все сказано наоборот. А они плевать хотели на законы. Они плюют на законы. Почему? Потому что вышестоящая система. Кто дает? Кто дает Калашникову так себя вести? Только президент может дать. Пока министр юстиции репортуют, что смертность СИЗО и колониях снизилась вдвое, факты говорят об обратном. Наша страна лидирует по количеству смертей и самоубийств среди заключенных. Почти две трети умерших в заключении в европейских странах – это выходцы из России. И это не учитывая сидельцев, умерших вскоре после освобождения. Настолько их здоровье было подорвано тюрьмой. Что же такое тюремная медицина? Давайте поговорим об этом и спросим у бывших заключенных и родителей, чьи дети теряют здоровье за решеткой прямо сейчас. Как это происходит, например, дочери Марины Антоновой. В колонию она попала с четырьмя медицинскими диагнозами. Выходить будет с 38. Из-за травмы позвоночника, которую дочь получила в автоаварии, Марина просила руководства колонии найти альтернативу тяжелой работы на швенном производстве. Но ее просьбы проигнорировали. Из-за постоянного сидения за машинкой переработок ее дочери стали мучить прогрессирующие. С каждым днем боли в позвоночнике. Спустя время у нее обнаружится опухоль. Нормальное лечение она получить не может. Смотрел ее хирург, и вы знаете, что интересно? Значит, он предложил лечение аппликатор Кузнецова. При болях в спине аппликатор Кузнецова, а по поводу копчика он сказал, ну если болит, нужно сделать резекцию. То есть, ну удалите все, чтобы не болел. Дальше, значит, все лекарственные препараты, обезболивающие в основном, были приобретены за счет личных вот наших средств, ну 95%. Что-то там они по мелочи давали, ну вот как Алексею типа ибупрофена, две таблетки, да, или уколы диклофенака. То, что я вот узнала совершенно из последних вот этих сюжетов, и где врачи говорили, что диклофенак очень опасный препарат, и его там очень строго дозировано надо делать. Сколько бедная моя дочь приняла вот на себе, испробовала этого диклофенака, это просто не передать словами. Они, она больше шести лет она сидит на различных обезболивающих препаратах. Это и мелоксикан, и диклофенак, и таблетки, и уколы, и кетарал, кетарол, кетанов, там чего только не было. Естественно, через какой-то промежуток времени эти лекарства уже перестают действовать, и их требуется все больше и больше, и, соответственно, больше дозировка. Никаких других лекарственных препаратов и лечения она там получить не могла. Значит, но удалось все-таки добиться с большим трудом, чтобы ей проводили какие-то обследования, ей делали КТ, МРТ, МСКТ, и вот эти исследования выявили у нее опухоль в позвоночнике в поясничном отделе. Значит, они показали активный рост. Но самое интересное, что ни снимков, ни пленок никаких, ни дисков, мы ничего не видели. В медицинской карте, копия, которая у меня имеется, там есть только описание. Вот то, что врач описал, и все. Больше никаких таких вот действительно подтверждающих документов, да, чтобы другие специалисты могли посмотреть и сделать свои выводы, соответственно, этого, значит, не произошло. Дальше, значит, поскольку состояние ухудшалось, и я, приезжая на длительные свидания, я все это видела, наблюдала эту картину, я обратилась, в общем-то, в Думу к вице-спикеру, значит, за помощью, поскольку на тот момент ей уже было вынесено три рапорта, она вызывалась на три дисциплинарные комиссии по невыполнению норм выработки. Она писала объяснение, что у меня заболевание опорно-двигательного аппарата, что я не могу так двигаться и не могу выполнять эти нормы выработки. Вы не представляете, в матросской тишине синдром хронической тазовой боли. Я поднимала тоже в интернете, думаю, что это такое? Ну, нигде в международных этих кодах, да, нет такого диагноза. Там достаточно много органов, которые могут давать свои какие-то проявления и какие-то заболевания. Обследования нет, лечения, соответственно, нет. У них вообще нет никаких лекарств. Понимаете, у них даже нормальных, значит, лекарств нет, которые способствуют хотя бы какой-то, хоть немножечко прекратить эту боль, желтку, которая у них есть. У них даже нет таких лекарств. Все, никакого специалиста за год с лишним, то есть полтора, то есть просто-напросто не было. И причем различные отрасли, то есть начиная там от давления, заканчивая там зубной болью или головной, то есть кроме двух, за все время я видел два и то фельдшера. То есть, я как понимаю, то есть это даже не врачи, не специалисты. Это как, скажем так, обязательный для отписки осмотр по прибытию ровным счетом, и все. И вот когда я писал заявление, раз, то есть сразу, чтобы, видимо, то есть оградить, я же говорю, были использованы методы устрашения, то есть там физического насилия, я об этом тоже говорил сразу, потому что начальник именно, я не знаю, начальница была, там, или главврача, ВК-2, женщина. То есть именно с ее подачи, скажем так, я попал в немилость к завхозу гнивальным, которым она прямо при мне, то есть приказала, сказала, чтобы меня проучили-научили, чтобы я здесь не качал свои права и не говорил о каких-то болезнях или заявлял, чтобы меня проверили какие-либо специалисты. Лекарств нет, врачей не хватает, ну ведь мало же кто согласится работать в этих тюремных условиях за такие копеечные зарплаты. А те фельдшеры, что и есть в колониях, не только не могут оказать помощь, но они еще и оскорбляют заключенных, которые они просят. Еще одна беда российских колоний – это ВИЧ, туберкулез и гепатит С. Но зачастую заключенные не могут получить необходимую терапию, а больные туберкулезом не изолируются от остального отряда. Вот сейчас, значит, узнала последние новости, что вот у Алексея там больные туберкулезом. Да, это практически везде. Везде и в нашей колонии. То же самое было в этой, во Владимирской колонии. Они неоднократно до конца не обследованы были, вновь поступившие. И получается, что люди с открытой формой туберкулеза, о которой они изначально не знали, они оказывались в этих больших отрядах. И там были заражения, конечно. Моей дочери поставлен был диагноз еще в 2016 году. Стоит туберкулема, дефицит веса. Вот это туберкулема. Плюс гинекология. Плюс сейчас последствия приема обезболивающих препаратов. Вот это страшные вещи. Это печень, это почки. Это и сердце, и весь желудочно-кишечный тракт. Поэтому, вы понимаете, вред здоровью катастрофически. Точно так же, как другие с нами были люди, больные туберкулезом, спидом, то есть которым, соответственно, даже помимо того, что им необходимо лекарство, потому что, я насколько знаю, у них ежедневный прием каких-то вот этих препаратов, которые не дают, может быть, развиваться или гасить какую-то болезнь. То есть, за ровным счетом, вообще, никому никаких лекарств, хотя заявляли и говорили, что у них это прописано. Плюс там был человек-осматик, который с таким пульверизатором, он у него закончился. То есть он вообще у нас чуть не умер при нажи. То есть я же не знаю, что ему там потом вкололи в экстренном случае, когда он уже просто упал от того, что у него закончились все. Он об этом говорил день, два, три. Ему в итоге не предоставляли никаких лекарств. Помощь там не оказывается, в принципе, в фельдшерский пункт. Если вы осуждены, вы, в принципе, туда даже не попадете без звонка руководства колонии. Был запрет туда водить заключенных, инспекторам заключенные туда являлись только по поезду для выполнения флюорографии. И после каждые там полгода, ну или год, кто как, ходили, опять же, повторно делать эту флюорографию. Все, что они делали, это вот это. Таблеток, лекарства, какого-то медицинского обслуживания там не существует как вида вообще. Все осужденные страдают, болеют. Если у кого-то есть хронические заболевания, это тяжело, но я вам могу процитировать главного фельдшера. То есть вот эту вот как раз Татьяну Викторовну, которая, не моргнув глазом, когда инспектор принес меня туда с распухшим коленом, с температурой, которая вечером там скакала до 39, сначала меня не хотели туда везти, но потом просто инспектор сам это увидел младше и повел. Но в результате мне сказали, как бы, что зачем ты его сюда... Я сейчас без мата, конечно, ее цитирую, что зачем ты сюда его привел, пусть идет, сдохнет на бараке, мне он здесь не нужен, сюда их не водите, надо было им думать, когда они совершали преступление. Это все трехэтажным матом следовало, и после чего захлопнулась вот эта дверь, инспектор как бы отвел меня назад и пошел жаловаться уже в администрацию на это. И после этого пришел один из руководителей колонии, посмотрел, ну, действительно, это колено мое чудовищное, в три раза распухшее, что видно было, что там воспалительные процессы, возможно, абсцесс был, то есть шел, и он позвонил туда и сказал, чтобы меня приняли. После этого мне сделали укол анальгина, выдали пять таблеток деглофенака и сказали, что отправлять меня на больницу на моторную тройку нет никакого смысла, потому что в управе во Владимирской на данный момент нет ни одного хирурга. А, соответственно, ничего, ничем мне там не помогут. Я уже, у меня дважды это колено вскрывали до этого на аресте в Москве, и я попросил просто вот те лекарства, это было в моем личном деле, чтобы мне дали возможность, чтобы родственники их привезли. Я получил отказ в связи с тем, что рецепт мне сказали на данное лекарство может выписать только хирург, которого, как мне уже объяснили, нету. После этого я обратился к руководству колонии с просьбой, чтобы меня вывезли на вольную больницу, где есть нужный специалист, чтобы оказать медицинскую помощь. Та же ситуация усугублялась, но и была довольно кризисная для меня. Мне ответили категорическим отказом в связи с тем, что управа не позволила меня вывезти, управа Владимирская, в связи с тем, что нужны силы какие-то ОМОНа несметные, чтобы меня охранять, и они на это ответственность на себя не возьмут. Однажды, значит, ей даже вынесли взыскание за то, что она... Сейчас я скажу. Ну, в общем, короче, она обозвала начальника медсанчасти. Три недели она приходила, по полтора, по два часа она просиживала у его кабинета для того, чтобы он подписал только ей заявление на лекарство с воли. Вы понимаете, это тоже какое издевательство. Человек с болями вынужден сидеть и ждать, и ему все время отказывали. И в конечном итоге мне все-таки удалось в 2019 году добиться ее перевода на обследование и консультирование сюда, в Москву, на 6 месяцев в Матросскую тишину. Значит, 6 месяцев она здесь пробыла, но так консультации высококвалифицированных специалистов мы и не получили. И ее, значит, с нарушениями опять в период действия карантина сорвали два судебных заседания по УДО, ее отправили назад. Без еды, без воды, без медикаментов, без дезинфицирующих средств. В общем, мы в тяжелом состоянии. 20 дней она проводит в СИЗО Владимира. Естественно, безо всего она даже не могла раздеться, потому что в этой камере, в одиночной, она приехала с температурой, было очень холодно, и она все эти дни не могла даже раздеться и как-то согреться. По закону заключенная имеет право не только на медицинскую помощь, то есть осмотр врача в одной из тюремных больниц, или даже если потребуется, за пределами колоний, но и на освобождение по болезни. Суд в реальности же может ответить отказом, несмотря на наличие серьезнейших и опасных для жизни диагнозов. Чтобы получить это освобождение, заключенному надо предоставить документы, которые подтвердят у него наличие хотя бы одного из заболеваний, входящих в перечень, препятствующих отбыванию наказаний. Но в колониях эти документы теряют, фальсифицируют, например, занижают степень инвалидности, или просто врут, что заключенный здоров, как это было в случае наших собеседников. Или не указывают в документах код заболевания, который позволяет проверить диагноз на соответствие перечню. Медицинские сотрудники, то есть медкомиссия, которая проходит, они видят вот эти болезни, они что делают? Они не указывают коды болезни, которые входят в этот 54-й закон. Не указывают. Просто они могут написать, допустим, диагноз, но для сути диагноз это абсолютно ничего не говорит. Судья должен видеть конкретно, вот там написано М10, М19. Она открывает этот закон, он есть, она принимает это. Знаете, они не указывают очень часто. Одна из вопиющих моментов – это то, что пропадают в медицинские документы. Значит, что это такое и к чему это ведет? Чтобы получить заключение, осужденный должен пройти консультацию. Часто он проходит консультацию в каких-то центрах. Получить такую консультацию очень сложно. Когда все эти заключения выдают, допустим, на руках и так далее, но его надо это беречь как зеницу ока. Если он куда-то подает, а он вынужден куда-то подать, понимаете, особенно в суд или еще куда-то в прокуратуру, он обязан подать оригинал. Вот если эти документы пропадают, то вы понимаете, что это такое. Вы понимаете, что значит заново? Ему надо, чтобы он опять лег в ательео и заново пройти полный круг. Это вообще практически невозможно. Ну, они же никого не освобождают. Я знаю случай, когда за деньги, пожалуйста, и был случай там в Нижнем Новгороде, когда за деньги, который убийца за убийство сидел, у которого 15 лет за убийство, они его как больного, ракового, освободили по 54-й статье. Он вышел там, в Нижнем Новгороде. Через неделю убил человека. И год шло, вот там, ну, поснимали. Сейчас вообще там и гусин весь поменяли в Нижнем Новгороде, вот только по этой причине. Потому что его три по разным городам независимой медицинской комиссии смотрели здоровый человек, а его освободили. А вот больные, которые доводят до четвертой стадии и умирают, сколько у них умерло? При нем уже столько трупов. Он говорит, каждый день выносят с больницы трупы. С фальсификациями документов, например, столкнулся заключенный колонии номер один по Нижегородской области. Человек с инвалидностью второй группы был приговорен к 9 годам лишения свободы по экономической статье. Еще до ареста из-за тяжелой онкологии ему пришлось удалить желудок, часть пищевода и часть печени. Сейчас ему необходимо соблюдать определенные режимы. Дробное питание каждые 2 часа, строгая диета, 20 минут отдыха после приема пищи. Ничего этого в колонии ему не дают, как, впрочем, и адекватного лечения тоже там нет. Что сделали вместо этого? Понизили степень инвалидности до третьей группы. Он в 2018 году опять переносит инсульт, второй инсульт. Это уже в Нижнем Новгороде, когда отправили его отбывать наказание. 8 мая 2020 года, когда его вернули с Москвы, он также перенес инсульт 8 мая. Не вписываются медицинские документы, фальсифицируются, не описываются надлежащие, какие проходят лечения. Ну, в общем, всё фальсифицируется, делают гид здоровыми. И вот в итоге всё мне говорили, всё хорошо. А вот в ноябре месяце 2020 года у него на рентгене с барием обнаружили в прямой кишке образование. Какое это образование? Полит, грыжа, опухоль. Нужно делать колоноскопию, дальше обследование. Потому что лечения нет, идут отписки, а человек приобретает уже, это мало того, что три инсульта, тяжёлая форма гипертонии, диабет, аденома, простаты. Лечения, естественно, никакого. Это же вообще, если что-нибудь лёг полежать, он же больной, ему надо, была справка, что он должен после каждой пищи 20-30 минут полежать на правом боку, чтобы по искусственной трубке протолкнулась, а прошла пища в 12-перстную кишку. И всё это было потеряно. Куда у них исчезало всё это? Никакого лечения абсолютно в лагере, вообще никаких таблеток. Поднимается давление, выползай как хочешь. Как хочешь, диеты никакой. Мне отписывали, обеспечивай диеты. А диета заключалась, кусок селёдки принесут на диетическое блюдо, жареной рыбы, щи, которые ему были противопоказаны. Он покушал и на пол, лёг на пол. Они по камере увидели, пришли с заместителем колонии, это миссис фельдшер, пришла, «Ты чего тут развалился?» Он говорит, «Ну мне положено, мне плохо, вот мне это». «Пиш ты, — говорит, — мамочка там везде за тебя хлопочет. Тебе в больничку захотел? А тебе не всё равно, где подыхать? В колонии или в больнице?» «Я никогда не думала, что у нас в это время лагеря станут концлагерями. Просто концлагеря. Ну как, ну как? И где берётся совесть?» Через прокуратуру матери заключённому удалось добиться обследования. МРТ показало наличие метастаз в пищеводии левом лёгком, кистулевые почки и хронический панкреатит. Но несмотря на то, что с этим диагнозом Павел имеет право на освобождение по болезни, он остаётся в заключении и сейчас находится в тюремной больнице. Со слов матери, он страдает от сильных болей. Плохо настолько, что уже с трудом проглатывает пищу. Но тюремные медики говорят, всё хорошо, так и должно быть. «Человек теряет сознание, а не чтобы себя реабилитировать, так как пять дней не давали лекарства ни от сахара, ни от давления, и не меряли ни сахар, ни давления пять дней. Он теряет сознание, они его приводят в сознание, там разрывают куретру всю, зачем они ему, не знаю, вставляли катеток, а потом с воспалённым его сняли с этапа, даже в больницу вот в Нижнем Новгороде. А они пишут, наглотался таблеток. А где он наглотался? Вы же ему не давали. Как он мог? У него было, ему на дорогу дали две таблетки от давления, чтобы до Нижнего довести. И они говорят, он говорит, я чувствую, мне плохо, дайте мне воды, я выпью таблетку от давления. Нет воды, он у тебя кефир есть и запивай кефиром. Он это и сделал. И говорит, мама, я несколько шагов сделал, говорит, я чувствую, мне плохо, и очнулся только 7 марта, 8 марта он очнулся в реанимации. И они, чтобы себя реабилитировать, они придумали, наглотался таблеток. А я говорю, а у вас что тут, магазин, где можно все приобрести? Вы его на этап обыск делали, отправляли, все проверили, где он что возьмет. Я ему даже кефир не могла, лишнюю бутылочку передать ее. Лекарства тоже не принимали. Ну, они его то в больницу, то в лагерь, как в футболе. Казалось бы, зачем врать о видных невооруженным взглядом болезнях? Родители говорят, что сотрудников ФСИН заключен, но это не человек, а трудовая единица. И медицинские документы фальсифицируют, чтобы отправить человека обратно на работу. Так произошло с дочерью одного из наших собеседников. Через неделю я звоню, она мне сообщает такую нехорошую новость, что я не знаю, что мне делать, у нее очень низкий гемоглобин. Какой? Она 55. Я говорю, ну как что делать? Ну, ложите ее в стационар, обследуйте, выявляйте, отчаяк заболевать. Ну, потом никто ее не положил, пошло время, проходит полтора месяца, она ставит ей 71. С какой целью она ставит? Поставила 71, потому что там по статье 54, по заболеванию 54 правительство, они, если до 70, это тяжелой степени, железодефицитная анемия, тяжелой степени, то есть до 70 она попадает под 54. Они ставят 71, ее выписывают, ну, то есть здоровая она, с мастопатией, которой 3 месяца нужно было лечить, и все остальное, ее вылечь, выписывают заключение физкинограммата, вы понимаете, какая, и больную, она по 12 часов работает, вот с октября, октября, ноября, декабря, январь, февраль, март, вот, вот полгода, грубо говоря, она работает, платят, не лечат это, больную, ну, концлагерь, натуральный концлагерь, издеваются фашисты, что за система государства, я не понимаю, почему Путину не задают вопрос, а что, кто дал право такое, мало того, что по 12 часов работает, по закону положено 8, максимум 2 часа перерабатывать, и то 2-3 раза в неделю, 12 часов, зарплата, президент говорит, по МРОТу, там сейчас 12, ну, не знаю, у них там в районе, 12, там сейчас 792, выпускает даже 12, платит на тысячи, куда эти 10 тысяч, ясно, что это коррупция, ясно, что эти миллиарды, триллионы идут в обшоры. Дочь Марина Антоновой, страдающую от сильных болей, тоже признали здоровой и трудоспособной. По ее словам, заключение медиков не соответствует никаким стандартам. Там нет печати, нет расшифровки подписи врачей, нет реквизита в больнице, даже непонятно, кем оно сделано. Но на основании этого псевдозаключения женщина обязывает приступить к работе. За отказ выписывают штраф 5 суток ШИЗО и 6 месяцев строгих условий содержания. Будто истощенная и измученная болезнями женщина, это самый злостный нарушитель режима. То есть, человеку доказать, что он болен, нереально вообще. То есть, ты вот трудовая единица, иди и умри там, и работай. В ШИЗО это вообще страшная вещь. Вы не представляете, это такое унижение для человека. Значит, там есть роба. Эта роба никогда не стирается. Ее только, как по технологии говорят, ее прокаливают где-то. Ну, это вот все равно, что взять и на нормального человека одеть бомжатскую одежду. То есть, раздевают полностью, переодевают в эти лохмотья и заставляют человека в этом вонючем, ну, простите, дерьме находиться вот это время. Значит, соответственно, там нет нормального питания, там нет никаких условий. Она три дня просидела, прислонившись, потому что там, по-моему, табуретка прикручена. И кровать, когда подъем, кровать пристегивается к стенке, все, ты не можешь ни сидеть, ни лежать, ничего. В общем, она сидела на полу, прислонившись вот три дня к стене, потому что боли были ужасные, лекарства она не получала. И потом только на четвертый день пришел начальник медчасти и выписал ей постельный режим. То есть, у нее до этого было два часа времени, чтобы она могла полежать. Но я считаю, что это вообще дикость, чтобы на общем режиме людям не дать возможности отдохнуть и в течение дня после рабочей смены прийти полежать там, ну, 30-40 минут, ну, кому-то час. Может быть, кто-то хочет выспаться. Но это даже, это профилактика здоровья. То, что они должны выполнять по Конституции, по УИКу, по 323-му федеральному закону, прежде всего, охрана здоровья граждан, которая для них не существует в принципе. Ну, я говорю, это фашизм в чистом виде с этим сином. Это не сотрудники. Я считаю, что либо это преступники, которые умышленно причиняют вред здоровью, их надо судить за это, либо это вообще некомпетентные специалисты, которых надо вообще поганой метлой гнать оттуда. Всех, их всех надо аттестовывать, надо проверять их уровень образования, потому что они не разбираются в элементарных вещах. И вот как дочь рассказывала, мы подали еще параллельно в прошлом году в суд заявление о преступлении на МСЧ-33, что моей дочери причинен существенный вред здоровью. И вот до сих пор, вы представляете, с ноября месяца мы не можем разобраться, а что же все-таки произошло. Есть заключение вот этих псевдомедиков, которые говорят, что все хорошо. Есть заключение профессора, который говорит, что тут угроза жизни, потому что у нее опухоль растущая и с таким диагнозом она должна находиться в стационаре, причем в специализированном стационаре, там наблюдаться и лечиться. Мы обратились в суд для того, чтобы суд назначил нам сравнительную экспертизу. И суд у нас, вы представляете, 14 дней судья во Владимире, они там все связаны, все коррумпированы, она даже не дает определения нам, не выносит документа, адвокат не может получить от нее документ, чтобы обжаловать. Это вообще просто нонсенс. Вред здоровью катастрофически. Это что делают это люди? Каких выпускников нам готовит эта система исполнения или исправления? А их самих надо всех исправлять. Это ненормальные люди. Вот в полном смысле слова. Я столько сталкивалась, просто, вы знаете, думаешь, ну до какого абсурда можно еще дойти в своих вот этих злоупотреблениях, потому что они всех используют как рабов. Как рабов. Мне тоже, одна девочка мне писала из мордовской колонии, я обращалась в следственный комитет, потому что там действительно угрожали ей. К ней неделю ходил следователь, пытался ее, значит, на показания немножечко подготовить, чтобы она дала какие-то показания. И что вы думаете? Она согласилась и перед тем, как прийти следователю, ее избили палками по пяткам, вот этой резиновой дубинкой, ей отбили пятки, она трое суток не могла ходить. В СИЗО как было, в пресс-хату сажали. У меня есть, адвокату передавали Сакар, мирники, как над ним издевались, как подкидывали, чтобы его сделать там наркоманом или суицидником или алкоголиком. Это у меня даже есть, ну, в доме все это лежит, я могу достать, как сокамерники не выдерживали. Говорит, потерял сознание, они, говорит, нечего притворяться. Или, говорит, его увезут, а ему берут, подбрасывают что-нибудь, потом приходят с обыском и говорят, а, вот у него обнаружили там то или то. Сейчас он тяжело чувствует себя. Сейчас она в очень тяжелом состоянии, я ее видела буквально чуть больше недели тому назад, когда у нас было судебное заседание, вот через видеоконференцию, у нее прям вот такие черные круги вокруг глаз, это уже 100%, я понимаю, что это проблемы с печенью, вот, потому что обезболивающие уколы, главное, делали уколы, и плюс еще два раза в день она по 150 миллиграмм принимает обезболивающих препаратов. Мы очень много пережили в этой Владимирской области, и очень я надеялась, что хотя бы у нас в Можайске будет, но здесь еще круче, здесь еще круче. Гайки закручивают, и везде постоянные ограничения, и с этим нужно что-то делать. При этом надеяться на тюремную больницу тоже не приходится. Как рассказывает Демушкин, туда тяжело больных отправляются одной целью, не чтобы вылечить, а чтобы не портить статистику. Руководство колонии не хочет, чтобы заключенные умирали прямо в отряде и отправляют их погибать уже в больницу. Когда видно было, что больной находится в тяжелом состоянии, ну, дабы он не скончался там, у них были и такие случаи, они их не любили, они пытались его быстро переправить на тройку, на эту больницу, чтобы уже там его актировать и списать, когда он помрет. Поэтому, ну, иногда они как бы пропускали этот момент, вот, по моему заезду как раз на шестой отряд там выносили одного из умерших, вот, но впоследствии при мне они уже старались, то есть, чтобы никто у них там не умер, то есть, они старались при кризисе каком-то тяжелом человека вывести, потому что тройка это центральная больница, там его списать уже полегче было. Вот у меня был человек один еще по моторке, это такая, куда свозят как раз со всех и ка и пугают, то есть, там специально закалывали людей, то есть, нас вот пугали, что тебя отвезут на моторку, раз ты больной, там еще в чем, вот, кстати, еще чем, скажем так, пугали, и это не только в колонии, то есть, было еще до колонии, что если ты будешь часто болеть, скажем так, или очень больной, тебя отвезут на моторку, это такая К3, на которой просто закалывают и превращают человека в овощи. Вот. То есть, там жестоко, там также избивали при приемке, при всех этих, очень, скажем так, отучали физической расправой не болеть и не жаловаться на здоровье. И потом, если ты действительно болеешь, тебя просто начинали прокалывать себя какими-то лекарствами, там, психотропными или какими-то и делали из тебя в овощи. То есть, туда люди там боялись попасть, в общем, так же, как на, даже не в концлагере, она как пыточная уже. Это уже не халатность или не хватка специалистов, готовых работать в тяжелых условиях. Пыточные условия, отсутствие даже самой элементарной медицинской помощи и бесчеловечное отношение к заключенным, жизнь которых не представляет для сотрудников ФСИН ни малейшей ценности. Назвать это иначе, чем откровенным садизмом, сложно. Но она продолжает существовать, пока в России есть коррупция, пока сотрудники системы ФСИН покрывают преступления друг друга и пока власть закрывает на это глаза. Сотрудники ФСИН Владимирской области, где сейчас находится Алексей Навальный, годами пытали заключенных. И что вы думаете, где они сейчас? В тюрьме? Нет. Они продолжают продвигаться по службе, двое из них сейчас отвечают за режим во всех российских колониях. Все продается. Свобода продается, взыскание, благодарности. Благодарности невозможно добиться. Особенно по Владимирской области это ужасно. У них там все кумовство, все повязаны, все друзья, все родственники друг к другу. Это страшная область. Мне как-то один таксист, он мне сказал, что говорит, на 200 процентов там коррупция. Все между собой связаны, что вот они еще с 90-х годов там договорились, что кто, как бы, знаете, друг к другу в огород не лезут. Еще один момент. Это у нас очень хорошая организация, есть Росздравнодзор. Вот первый раз, когда мы в 16-м году по запросу депутата обратились, они еще проводили проверку. Они нашли там все-таки какие-то нарушения, еще суды шли, кого-то оштрафовали за эти нарушения допущенные. Но самое интересное, вот не так давно там появился такой Лезов, начальник, и как только он появился, у него прямо сговор с Уфсином, ни одна проверка в отношении Уфсина, никакой колонии там не проходит. И что вы думаете? Я, значит, обратилась к ним с заявлением, просьба провести проверку качества оказания медицинской помощи. Проходит там месяца 3-4, я приезжаю знакомиться с материалами дела, и мне дают мое заявление и ответ. Я говорю, простите, а материал проверки-то где? А мы ничего не проверяли, мы только рассматривали ваши обращения. И таких там очень много. Но я тоже хочу оговориться, вот 80% там вот именно такого плана люди, которых самих надо перевоспитывать. Но есть там, вот благодаря тому, что там еще хоть немножечко сохранилось каких-то вот действительно людей, у которых есть честь, совесть, офицерская честь, достоинство, вот их очень мало, и их там стараются выжить. Просто есть такие порядочные и честные люди, которым бы и хотел написать какую-то благодарность, их отблагодарить как-то. Но вы знаете, мы боимся даже за них, потому что не дай бог мы напишем им благодарность, то вся вот эта армия на них ополчится, они их сожрут просто. И самое интересное, что вот женщины работают, да, в женской колонии. Мне как-то дочь на длительном свидании рассказала, значит, у них одна девушка, у нее была эпилепсия, и она падала. И вот, значит, не то, чтобы пришел медработник и сразу прибежал, там сделал ей укол, оказались сразу экстренную помощь. Нет. Девочки бегут в медсанчасть, берут носилки, значит, на промку, с промки ее грузят на носилки, несут обратно, значит, в медчасть. И вот оперативники и режимники, у них самые страшные люди, но там работают и женщины. Но эти женщины, мне кажется, уже потеряли вообще человеческий облик. Если женщина говорит другой женщине, что пока ты в сознании, тебе в санчасти делать нечего, вы понимаете, это монстр. Это монстр, это уже не женщина. Все возможные способы контроля МСЧ, колоний просто не работают у нас в стране. Есть еще тоже один очень хороший федеральный закон 5473-1 именно о контроле над учреждениями исполнительной системы. В 38-й статье там прописано контроль за деятельностью уголовной исполнительной системы первое осуществляет федеральное собрание. Поправки были, по-моему, даже декабрь 2020 года. Федеральное собрание. Второе это премьер правительства. Третье значит аппарат уполномоченного. Никто в стране у нас не может провести контроль. Я обращалась в Минюст. Минюст не контролирует. Уполномоченный обращается с просьбой. Будьте так любезны, когда по этому федеральному закону об уполномоченном там есть, что они должны потребовать исполнение закона неукоснительно потребовать. Генеральная прокуратура должна потребовать. Генеральная прокуратура обращается, значит, вот, когда было принято решение о направлении в эту клинику Моники, они пишут, что в СИНУ рекомендовано рассмотреть вопрос о направлении на обследование в эту клинику. Рекомендовано. Вы понимаете, игнорирует всех, к кому обращаться. Нам не нужна система, которая не исправляет, а делает людей инвалидами или вообще убивает. Мы требуем допустить к Алексею Навальному лечащего врача и оказать немедленную медицинскую помощь всем заключенным, которые в ней нуждаются. врача.